Палы уже разрушены были, вот они привели в порядок уже за короткое время. Гуляя из Рафилова, зная в своей школе каждый гвоздь. В 1989-м она принимала Кульшариповскую сельскую школу после постройки. Теперь, спустя 33 года, она вместе с учениками и их родителями дождалась капитального ремонта. У нас капремонт учебных кабинетов спортивного зала, коридоров идет по федеральной программе. А ремонт столовой идет по республиканской программе. Еще у нас в этом году запланирована точка роста. Перечень основных работ от объекта к объекту отличается не сильно. Водопровод, электрика и прочие коммуникации. В 35 миллионов рублей также входят внутренняя отделка и мебель. На новые парты, столы, шкафы, проигрыватели и другое оборудование из общей суммы пошло 5 миллионов. На столовую ушло 5 миллионов 800 тысяч рублей. На всех объектах строители начали работу в конце зимы, в начале весны. Чтобы самое грязное, шумное и долгое как раз выпало на время каникул. И рабочие успели сдать объекты к началу учебного года. В отличие от городских, сельские школы могут рассчитывать и на проект точка роста. Каждый год 3-4 школы становятся его участниками. Предусмотрено открытие, оснащение, капитальный ремонт трех, как минимум трех кабинетов. Это физика, биология, химия. Строители планируют закончить основную работу к 15 августа, а к концу месяца подоспеет и точка роста. Единственное, что над фасадом в этом году поработать не получится. Слишком затратное занятие, говорят в руководстве школы. Но теперь хотя бы все 102 окна школы не придется утеплять на зиму. Вместо старых деревянных окон новые пластиковые. В первый класс поступает 4 учащихся из города. И в седьмой поступили несколько учащихся. В общем, 30-35 учащихся из города. Всего же в школе 150 учеников по 20 человек в классе. А полная нагрузка рассчитана на 280 учащихся. На полторы сотни школьников приходится 14 педагогов. Одна из них Гулия Атагировна. Она преподает химию и биологию. А все учителя, что есть в школе, ее же бывшие ученики. До Кульшарипова от города 8,5 километров. Или 14 минут на машине. Это и привлекает городских в сельскую школу. И считает директор, хоть и немного, но снижает ажиотаж среди первоклассников. В этом учебном году в Кульшарипове набрали 16 первоклассников. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока.